В эфире программа «Особое мнение». Добрый день, меня зовут Владимир Сметалин. За своим особым мнением сегодня в нашей студии Олег Казаковцев, член Совета Федерации от Кировской области. Олег Александрович, добрый день. Добрый день, Владимир. Я напоминаю сразу же нашим слушателям о том, что на сайте kirova.ru есть специальная форма для того, чтобы вы смогли задать свой вопрос гостю особого мнения. Ну и кроме того, на сайте есть не только аудио, но и видеотрансляция нашего эфира, в том числе этой программы. Вы, Олег Александрович, относитесь к тем сенаторам, которые активно в информационном поле представлены. Регулярно можно увидеть поднимаемые темы, в проработке которых вы участвуете или вовсе являетесь инициатором. Вот частично, да, хотя бы озвучиваю эти темы. Ужесточение наказания за предпринимательскую деятельность без государственной регистрации. Ужесточение требований к микрофинансовым организациям. Поддержка народных художественных промыслов. Наделение муниципальных властей правом самостоятельно определять расстояние от точек торговли табачными изделиями до образовательных учреждений, в частности школ. Поправки в закон о коллекторской деятельности. Не поправки. Не поправки? Самостоятельные. Самостоятельные. Давайте с последнего пункта как раз начнем. В чем суть? Владимир, суть достаточно простая. У нас все законодательство исходит из тех проблем, с которыми, по большому счету, сталкивается гражданин. Наверное, мы можем видеть фактически еженедельные информационные поводы. То есть со всей России они собираются, прослевываются или обсуждаются. Когда заемщикам применяются меры воздействия, связанные с разысканием, которое нарушает действующее законодательство. И по факту, по неким таким мероприятиям, надо бы возбуждать уголовные дела. Ну там речь идет по рисунку. Обычно. Да, угрожает расправа, значит, беспокоит, хотя есть на сегодняшний день уже законодательство, закон о потребках этого нет, есть иные определенные ограничения. Но, значит, разрешивают плакаты, надписи, идут обзоны друзей, знакомых, родственников с информацией. То есть недвусмысленно начинают угрожать физическим воздействием. Соответственно, с моей точки зрения, этот рынок требует правового регулирования. Подготовлен был законопроект, он сейчас направлен в Государственную Думу, пошел круглый столб. Вы автор непосредственно этого законопроекта? Да, совместно, да. Значит, подготовлен этот закон о коллекторской деятельности. В нем оговоряется предмет регулирования и сферы действия данного законопроекта. Указывается, что целью настоящего закона является обеспечение защиты прав и свобод человека и гражданина при осуществлении взыскания коллекторскими агентствами просроченной должности, в том числе защиты конституционных прав, неперекрецненность частной жизни, личную и семейную тайну. Ну, если говорить в общем и целом, чем отличается ваш законопроект от действующего законодательства? А его на сегодняшний день нет. Эта сфера вообще не урегулирована. Она вообще не урегулирована. И есть, к сожалению, разъяснение судов, когда все переводится в рамках гражданско-правовых отношений. Я еще раз повторяюсь, иногда возникают последствия от применения коллекторами каких-то мероприятий. То есть человеку стало плохо, у человека инфаркт. От того, что ему так активно напоминают. Человек попал в больницу, там еще что-то произошло. Есть случаи, когда там совсем печальный суицидов. Люди сводят счеты с жизнью, да. То есть не удерживают психологического давления. Методы есть совершенно разные. Поэтому встает вопрос, а кто будет нести ответственность? Оказывается, что у нас на коллекторском рынке сейчас достаточно создать любую ложку, и с ней заключается договор. Во-первых, уходит персональные данные заемщика. Маленькая ложка с уставным капиталом 10 тысяч, ничего не имеющая, заключающая там трудовые договоры с кем-то на взыскание. Чем она будет отвечать? То есть персональные данные растекаются, нарушается действующий закон. К заемщикам применяются неадекватные меры воздействия. Закон нарушается. Если что-то произошло уже с конечным заемщиком, что взять в сошки? Даже если суд будет предложен выиграть. Поэтому в законе предлагается, чтобы произошло увеличение уставного капитала, чтобы страховалась профессиональная ответственность коллекторских агентств. Во сколько запланировано увеличение уставного капитала? Уставный капитал минимально 10 миллионов рублей. 10 миллионов? Да. То есть получается, что в этом ничего нет плохого. То есть, как вы считаете, ваши персональные данные, если они кому-то уходят, они должны быть защищены? Безусловно. Довольно дорого оцениваю свои персональные данные. Дорого оцениваете. Далее. Значит, чтобы иметь комплекс программного обеспечения и соответствующие лицензии, это требует денег. Наличие соответственных специалистов. То есть, поэтому риски надо страховать или не надо в профессиональной деятельности? Ставлю, что нужно. Надо страховать. Поэтому есть вот эти вопросы, которые в любом случае требуют на сегодняшний день регулирования. В рамках саморегулируемых организаций, которые могут быть созданы, предполагается, что коллекторы сами самостоятельно будут определять стандарты своей работы. Закон скорее рамочный. И в отличие от того, что предлагалось господин Климовым в Госдуме, когда он предлагал, значит, ограничить одно, второе, третье, невозможно в законе ограничить. Как контролировать исполнение закона? То есть, должны проявляться нормальные профессиональные участники рынка, которые будут применять стандарты, распространять эти стандарты на других участников рынка. Люди будут беспокоиться о репутации этих коллекторских агентств. И, конечно, все нечистоплотные тогда уйдут с этого рынка. То есть, надзор за элипидемизм... То есть, если инициатива будет принята, будет применяться ко всем уже существующим, да? Конечно. А не только к вновь открывающимся. Ко всем будет существовать. Конечно, будет дан переходный период. Никто никуда не гонит лошадей. Сейчас в правительстве активно идет обсуждение. Минэкономразвитие пытается свой закон разрабатывать. Ну, посмотрим, может, какой-то будет нормальный рабочий вариант, который устроит, так сказать, профессиональное сообщество. И главное, что у людей появится законодательная защита. Потому что по моему законопроекту предполагается, что надзор... У нас есть мегарегулятор, то есть, надзор будет осуществлять Центральный банк. И посредством Центробанка. Я считаю, это вполне нормально. И у профессиональной компетенции, у Центрального банка, я считаю, что хватит. Вы уверены в прохождении, в проходимости... Законопроекта? Да, инициатива этого законопроекта. Ну, я сейчас могу сказать, что он... В первом чтении, что он не рассматривался? Нет, не рассматривался. И в правительстве сейчас мы уже в Совете Федерации провели круглый стол. Сейчас в правительстве проводим встречи. Я надеюсь, что в следующем году он будет востребован. Будет принят. То есть, выйдет непосредственно... Может, не в моей редакции, может, да. Может, не в моей редакции, но... Но правительство тоже должно дать свою оценку, да? Правительство, да. Сейчас мы направили в правительство. Находится на заключении в правительстве Центрального проекта. Не возникнет... Вот вы сказали, да, что мы видим, что положительные будет последствия иметь в случае принятия этот законопроект, но не возникнет ли еще большего бардака, когда вот такие требования... Я считаю... Коллекторы будут говорить. Ну, как-то вот наши услуги в связи с нововведением дороже станут строить, стоить. Ну, и в чем тогда проблема? Им не будут передавать на взыскание. Будут взыскивать, например, банки, микрофинансовые организации и все прочие... Но остальные не имеют. Кто вам сказал? Взыскать взыскивать. Умеют. И имеют право. И имеют право. Конечно. Все имеют право взыскивать. Поэтому здесь никаких вопросов нет, почему этот рынок требует регулирования. Давайте я вам скажу такую цифру, что сейчас задолженность по ЖКХ уже подбирается к триллиону рублей. Задолженность по ЖКХ. По всей стране? Да. Но это достаточно большая сумма. Вопрос в том, что пока управляющая компания отдаст дело в суд, пока дойдет до суда, пока судебные приставы за счет. А вы знаете нагрузку судебных приставов и эффективность? То есть кто сталкивался, все говорят о достаточно низкой эффективности взыскания. Потому что количество дел большое, эффективность невысокая, и если будет закон о коллекторской деятельности, часть, например, налоговых, еще каких-то греклезий, можно будет отдать на взыскание коллекторов. В принципе, это делается во всем мире. То есть мы опять получим более эффективную работающую структуру. Хорошо, это в следующем году будет рассматриваться. В другой проблеме, тоже озвучиваемой и поднимаемой вами микрофинансовой организацией. В чем суть, еще раз напомните, ваших предложений и на какой стадии сейчас находится рассмотрение этих предложений? Значит, по микрофинансовым организациям пока все печально. Есть достаточно сильные лоббисты. Но недавно был круглый стол. Значит, мы рассматривали ответственность банков. Я, например, поднимал вопрос об ответственности микрофинансовых организаций. Позиция, к сожалению, сегодня Минфина остается следующей, что мы не должны регулировать этот рынок. Рынок сам рассудит. Я с такой позицией не согласен. Потому что многие микрофинансовые организации занимают растофиченством. И вторая проблема, которая заключается, и вот центральный банк, я надеюсь, услышал, значит, проблема заключается в следующем. Вклады в микрофинансовую организацию предполагаются, что должны делать профессиональные участники рынка, то есть осознанные, так сказать, инвесторы. То есть там вклады более полутора миллиона рублей. Часто происходит история, когда микрофинансовые организации говорят, давайте заключим договор на 10, на 20, на 30 и более 1000 рублей. Ну, он будет заключен в рамках гражданского права договора с ООО каким-то. То есть указываются большие проценты, и поверьте, что в связи с тем, что ситуация становится более напряжённой, количество банкротств и пропавших микрофинансовых организаций, которые привлекали деньги под большие проценты, будет увеличиваться. Проблема заключается в том, что сейчас невозможно возбудить угловное дело, пока деньги не пропали. А когда деньги уже пропали у вкладчиков, уже поздно. То есть поэтому я призываю всех слушателей разумно относиться, когда вам обещают, по 5-10% в месяц принесите деньги, и мы вам обезвечим такую доходность. Там одно из ваших предложений, суть его в том, чтобы подробно расписывать гражданину, сколько он должен денег за этот займ. Пока в общем перспективы не радужны. Перспектива не радужна. Когда возможно возвращение к этому вопросу состоится? Я думаю, что в следующем году у нас запланировано совместно с Центральным банком круглая ствола на эту тему. Центральный банк, к сожалению, тоже считает, что это пока не такая серьёзная проблема, потому что в общем объёме и потребительского кредитования, и в сумме общих вкладов населения, то есть это занимает не такой большой процент. Но, ещё раз повторюсь, количество микрофинансовых организаций очень большое, там было порядка более 4 тысяч по стране микрофинансовых организаций, проконтролировать их невозможно все. Это чревато какими-то социальными потрясениями, взрывами, когда люди будут обращаться к власти с требованием вернуть деньги. Поэтому, легче предупреждать такие ситуации, и вообще в истории России ростовщичество каралось. К сожалению, сегодня оно пока есть сфера и процветает, и без особого внимания. Потому что я сам сталкивался с людьми, которые брали по 5, по 6, по 7 займов, и люди живут по кругу, то есть перезанимаясь. Как только прекращается возможность где-то занимать, человек попадает в долги и сталкивается, опять возвращается в первом вопросе с проблемой коллекторами. Что касается темы ужесточения наказания за предпринимательскую деятельность без регистрации, увеличения штрафа. Ну, это поддержало. Серьёзное очень предлагание. Ну, не серьёзное, оно предлагалось 50 тысяч рублей. Значит, законопроект правительства отклонил. Я считаю, что это не совсем правильно, потому что у нас есть достаточно серьёзная проблема, когда часть людей занимается предпринимательской деятельностью и не уплачивает налоги. То есть они существуют... Сречь, что идёт о незаконном предпринимательстве? О незаконном предпринимательстве. Попросту-напросто. Попросту люди оказывают различные услуги, но не платят. Например, простой пример. У нас приблизительная цифра в области выпадающих доходов. Не выпадающих доходов, а то, что мы выплачиваем за работающее население, но не состоящее в трудовых отношениях, порядка миллиарда рублей. Мы отдаём из областного бюджета за них фонд обязательного медицинского страхования. Эта тема недавно обсуждалась. То есть представьте, что можно сделать на миллиард рублей. Это экономия или неэкономия? То есть, опять, те предприниматели, которые разбудут незаконно... То есть основная цель государства поставить людей в равные условия. Потому что те, кто работают, не регистрируясь, они получают дополнительные доходы, становятся конкурентно более привлекательными и находятся уже в преимуществе по отношению к тем, кто зарегистрировался. Я считаю, что государство должно выровнять новую инспекцию. К сожалению, не занимается административным штрафом за незаконно-предпринимательскую деятельность до 2000 рублей. Причём надо поймать... Но если уголовная ответственность будет ещё. Покажите хотя бы одно дело. По большим каким-то... Возбуждённое, да? Да, по большим каким-то... А вот на таком уровне, когда люди здесь, в лесу, занимаются незаконно-предпринимательской деятельностью, попробуйте наказать. Из-за мелкого шарха с ними даже никто связываться не хочет. То есть вопрос серьёзный. Почему? Потому что можно посмотреть наш региональный бюджет, дефицит регионального бюджета. Мы, а, должны быть заинтересованы, чтобы наполняемость бюджета была выше, б, значит, мы всегда говорим о том, что... И мы когда-то станем пенсионерами. То есть если люди сейчас не платят в пенсионный фонд, если они не платят в фонд обязательного медицинского страхования, значит, мы с вами лично свои налоги отдаём, но человек ни копейки не платит. Он получает медуслуги, но ни копейки не платит. Но зачастую те же вот эти предприниматели, которые занимаются, не зарегистрировались нигде, у них, в общем, доход-то не такой уж и высокий. Смогли бы они платить эти высокие штрафы? К чему это приведёт? Высокий или невысокий доход, например, если мы возьмём педагога в детском саду. Вы имеете в виду зарплату, которую он получил? А как? Да. Это одна из тех сфер, детские дошкольные учреждения, где небольшие зарплаты. Но налоги ведь они платят. Почему? Значит, люди полностью платят налоги. Речь идёт о том, чтобы создать равные условия для уплаты влогов. Или, например, когда я сейчас встречаюсь с избирателями, очень часто встаёт вопрос о повышении пенсионного возраста. То есть мы видим по центральным каналам, в прессе идёт активное обсуждение, что там периодически нам бросают, что надо повышать пенсионный возраст. Нормал жительный. Жизнь зацепь правительства, Дмитрий Анатольевич тоже, да? Я вот, если высказаться за... Я категорически против этих вещей. Почему? Потому что, опять, министр труда и социальной защиты, господин Топилин, говорил, сначала он цифру назвал 22 миллиона, потом назвал 20 миллионов. 20 миллионов активно работающего населения не выплачивают взносы в пенсионные, в социальные фонды. Давайте сначала мы этот резерв используем. Сделаем так, чтобы люди, кто не платит, платили. И только после этого мы должны говорить об увеличении налогов. Иначе эта история никогда не закончится. Я считаю, что момент, который есть сейчас там с федеральным бюджетом, с оригинальным бюджетом, это как раз тот момент, чтобы восстановить то, к чему мы долго не могли поступиться. То есть эти вопросы надо сейчас решать. Если они не будут решаться в ближайшее время, значит, говорить о создании нормальной налоговой системы, понятной, прозрачной, не приходится. Поэтому... Вас слышат? Наверху у вас много идиномышленников? Надеюсь. Когда шло обсуждение, значит, бюджета, были парламентские слушания, по бюджету на 16-й год, часть наших предложений, она в проект постановления вошла. Я думаю, с прокисла уже буду. Потом спрашивать, и с Медвеном будем работать, чтобы эти вещи в жизнь воплощались. Я понимаю, что они кому-то могут быть неудобны, кто-то будет говорить, на что-то ссылаться, но... когда мы начинаем платить полностью налоги, тогда мы начинаем и больше требовать и с законодательной, и с исполнительной власти. То есть это звенья одной цепи. То есть человек будет себя чувствовать причастным, заплатив налоги, и будет спрашивать власти, насколько эффективно она эти налоги зарасходовала. Давайте еще коснемся темы развития народных художественных промыслов. Вы известный защитник этой сферы. Вы продолжаете добиваться, чтобы нагрузка на предприятие народных художественных промыслов была снижена? Так, с и налоговой нагрузкой? Да, потому что мы прекрасно понимаем, что для нас народные художественные промыслы, может, они не вносят существенный объем, валовый оригинальный продукт, но это позиции, которые надо сохранять, надо развивать, культивировать и поддерживать людей, энтузиастов, которые этим занимаются. Проблем много, и в конечной стоимости продукта основное – это заработная плата. Потому что, как ни странно, большинство промысловиков, организованных, я имею в виду, они уплачивают все полностью, они платят налоги. Соответственно, снижение взносов в пенсионные фонды социального страхования и медицинские позволило бы приподнять зарплату людям, которые работают в сфере народных художественных промыслов. Потому что кадровая проблема достаточно серьезная сейчас, она достаточно острая. На фоне того рынка труда немногие, повторяюсь, немногие идут в сферу народных художественных промыслов. И где брать кадры, наверное, это вопрос ближайшего будущего. – Ну, тут нужно какое-то еще изменение, наверное, в сознании людей, чтобы заниматься именно этим, ведь это достаточно кропотливый, непростой труд. Но у людей есть предположенность, люди хотят заниматься, надо немножко простимулировать. А законопроект, который мы недавно направили, он в январе месяце будет в Государственной Думе рассматриваться, это законопроект, чтобы, если предприятие на федеральном уровне получает льготы по электроэнергии и так далее, значит, оно могло здесь воспользоваться оригинальными льготами. То есть, потому что у нас поддержка еще идет народно-художественного промыслов, пусть небольшая, но и на региональном уровне. – Ну, кстати, хотелось спросить, на выставке, вот они недавно съездили, проходила «Аладья», я так понимаю, приехали с наградами уже зимнего диезда. – Насколько на нашем, на местном уровне вот эту поддержку вы оцениваете? Достаточно? Ну, там еще есть компенсация на приобретение оборудования, на сырье, на выставки. – Ну, там сумма небольшая, – это приобретение по миллиону, по-моему, максимум. Перспективу и сказать, большая или небольшая поддержка, конечно, всегда хочется больше. Я думаю, если бы она была увеличена, наверное, предприятия бы сказали спасибо, потому что здесь введен результат. Дополнительные рабочие места, занятость, самозанятость и возможность продвигать регион именно через такую творческую, руками созданную продукцию. – Ну, потом, возможно же ли увеличить поддержку тех же народных промыслов? Я предлагаю поговорить уже после небольшой рекламы. Я напомню, что это особое мнение члена Совета Федерации от Кировской области Олега Казаковцева. Небольшая реклама у нас. Продолжается программа «Особое мнение». И сегодня это особое мнение Олега Казаковцева, члена Совета Федерации от Кировской области. Давайте к вашему мнению по поводу социально-экономического положения текущего в нашей области перейдем. Как оценивать текущую экономическую ситуацию в нашем регионе, как известно, бюджет уже принят закраблением в конце ноября. Доходная часть 43, я округляю расходы 45, дефицит порядка 3 миллиардов. И бюджет, напомню, у нас на один год принят. Как и на уровне Российской Федерации. Российская Федерация начала, поэтому нет ничего идти в том, что она в Кировской области. Все очень плохо, все очень плохо. Хорошо. Я, наверное, скажу, что можно бы было и лучше. Вопрос в чем? Вопрос в том, что за ними герлой бумаги приходится писать на простой. Я считаю, говорить, что очень плохо нельзя. Важно, чтобы те социальные обязательства, которые были, они выполнялись бюджетом. Наверное, это один из показателей напряженного бюджета, чтобы те молодые люди, которые сейчас учатся в школе, заканчивают институт периодически встречались с ними, не стремились, как сейчас, в чиновники или еще куда-то. А куда стремились? Вет 15 назад люди хотели идти в предпринимательство, в производство, зарабатывают деньги. Поэтому, что бы мы ни говорили, должна быть сфера материального производства. А кто отбил это желание заниматься действительно целым делом? Общая экономическая ситуация в стране, тренды, которые были на повышение заработной платы служивым людям, так скажем. И те риски, которые достаточно высокая зарегулированность, те риски, которые возникают, когда человек начинает заниматься предпринимательской деятельностью. Поэтому многие выбирают более спокойную жизнь, с гарантированной заработной платы, пусть не высокая, но... Кстати, в следующем году индексироваться не будут зарплаты бюджетников, чиновников. Да, и пенсии пока на 4%, это очень печально, но я надеюсь... Если сравнивать с той инфляцией, которая у нас прогнозируется и уже имеет место быть, как-то не по себе. Но... Я имею в виду уровень индексации. Уровень индексации, значит, для пенсионеров, я считаю, низкий. Я надеюсь, что в следующем году мы с какими-то поправками вернемся. В Госдуму? Безусловно. Безусловно. С этими поправками вернемся по пенсиям. То, что касается населения, которое находится в трудоспособном возрасте, это печально, но не трагедийно. То есть, я вспоминаю, наверное, конец 80-х годов, когда, если человек хотел на машину заработать, то он шел и где-то подрабатывал дворником, еще где-то подрабатывал. Поэтому сказать, что у нас... И работал лет 10-15. Подрабатывал. Сказать, что сейчас нет рабочих мест или возможностей для подработки, есть... Психология немножко поменялась. Поэтому однозначно трагедии никакой не произошло. Есть... У нас люди не способны к такой высокой миграции. Это, наверное, проблема всей России. Но, поверьте, в стране есть достаточно много рабочих мест, где зарплаты выше. То есть можно ехать в другие регионы. Я не призываю сейчас всех уезжать. Можно ехать в другие регионы, потом возвращаться сюда с какими-то компетенциями, можно повышать свой уровень. Потому что одна из системных проблем, когда разговаривают с руководителями, это найти грамотный, квалифицированный персонал. То есть соответственно когда мы говорим про заработную плату, надо понимать, что это не просто получка, как раньше называли, получил, а это слово зарабатывать. То есть ее надо зарабатывать. Вложить физические свои, моральные и талии Вложить определенные усилия. Есть эти вопросы и недаром постоянно разговоры поднимаются о повышении производительности труда. Потому что во многих отраслях промышленности к сожалению производительность труда на самом деле отстает. И мы немножко оторвались с ростом заработных плат от повышения производительности труда. Дисбаланс возникли. Это дисбаланс и он должен был быть устранен. Я считаю благодаря кризису понятно, что неприятно достигнуть какого-то уровня откатиться на какой-то период назад. Но экономика не терпит пустоты, то есть не терпит этих дисбалансов. Как Вы оцениваете работу правительства Кировской области в эти нелегкие экономические времена? Как оцениваете эти решения, которые принимаются по оптимизации, по сокращению? Принцип предоставления адресного предоставления льгот? Все это нужно делать. Я за адресное предоставление льгот это давно надо было делать. В рамках еще раз рассмотрения того же федерального бюджета, когда мы рассматриваем внебюджетные фонды, у нас, например, пенсионный фонд состоит на 40% из трансфертов федерального бюджета. То есть что это значит? Это значит, что те деньги, которые мы сейчас с Вами направляем в пенсионный фонд, они тут же уходят на выплаты пенсий. То есть накоплений у нас по факту не происходит. Достаточно печальная история. Правительство области значит наверное сказать, что там все замечательно и все идеально наверное было бы неправильно. Но где Вы видите какие-то основные проблемные моменты? в управлении? Я не готов сейчас сказать что там проблемные моменты в управлении значит но есть наверное вопросы по оптимизации бюджета есть возможность значит что-то отдавать дальше на бизнесу то есть когда мы говорим об экономии бюджетных средств это не пустые слова я приведу простой пример еду по трассе у нас например сейчас фотокамеры кто стоит ну шла речь о том что этим будут частные организации в том числе заниматься у нас в регионе пока ГИБДД у нас занимается ГИБДД то есть машина оплаченная за счет бюджета бензин идет время рабочее оплачивается приезжает лейтенант которому платится за звездочки в это время условно говоря стоит авария но машина меняет камеру можно отдать на уксусник ну стоит подумать стоит стоит подумать да и вот таких вещей если мы начинаем смотреть ну или простой пример я приведу не буду называть район в районе 360 детей 86 учителей на 86 учителей 9 бухгалтеров 1 экономист еще управление образования 5 человек но вы сразу сказали перебор ну вот перебор понимаете вопрос к министру образования готовы ли они на эти реформы или нет министру образования области региональной все начинают рассказывать какой сложный бухучет бюджетных организаций никто не готов сокращаться то есть это проблема потому что в районах основные налогоплательщики это население которое работает в бюджетной сфере то есть они формируют основную налоговолваемую базу это печальный процесс потому что те кто например работает в лесу давайте посмотрим в сокупном валовом продукте сколько леса и сколько налогов поступает наверное это тема отдельного разговора потому что значит когда обращаясь в департамент лесного хозяйства там ответ леса нет нет леса весь распределен а где доходы за это мы не отвечаем а кто отвечает департамент промышленности а департамент промышленности говорит так мы вроде что-то делаем но леса же нет как мы инвесторов привлечем соответственно вот наверное эта тема но вот эту систему употреблю шиворот на выворот что-то делается по ее изменению и привлечению тему которую наобсуждать поэтому когда мы начинаем говорить о секвестре бюджета или каких-то сокращениях мы должны очень аккуратно к этому подходить не забывать что за этим стоят рабочие места за этим стоят люди и когда сокращаем какие-то рабочие места надо что-то открывать новое а в районах где экономика так скажем находится не очень в таком хорошем состоянии не хватает предпринимательских институтов не хватает активности не хватает то что на федеральном уровне в свое время было разрушено когда сейчас работа над этим идет когда крупные компании все-таки будут обязаны приобретать малого бизнеса какой-то гарантированный объем определенная квота да да квота что даже около государственной компании должны порядка 20 процентов выбрать у малого бизнеса тогда возможно экономика в районах в малых и селеных пунктах заработать потому что если раньше например работал швидийный цех на армию то в рамках 94 закона раньше значит сейчас дальше значит изменили контрактной системе они раньше поставляли на армию то есть была цена они укладывались шили все были заняты сейчас ну везут с Китая везут с Узбекистана еще откуда-то везут выиграют крупные тендеры раздают до нас доходят какие-то отколоски поэтому пока эта система не будет меняться пока вы не будете в том числе менять в том числе мы не будем менять экономика небольших населённых то будет хромать потому что ориентироваться только на сельское хозяйство достаточно проблематично вот я еще хочу спросить о сокращении расходов областного бюджета на последнем пленарном заседании ВЗС которое состоялось на прошлой неделе 17 декабря прошла инициатива о том чтобы не предоставлять бесплатное санаторно-курортное лечение один раз в год экс-губернаторам а также не предоставлять 50% скидку для членов семьи губернатора эта система будет работать пока один год до 1 января 17 года напомню что действующий губернатор Никита Белых и председатель Закцобрания Алексей Ивонин они уже они же добро отказались здесь вопрос достойное решение депутат все рассматривается с разных сторон с одной стороны я считаю что люди которые были губернаторами могли предположим сами отказаться и не выбрать эти лькуты то есть вмешались в их право добровольно отказаться то есть не факт что они эти лькуты выбирали второй вопрос заключается в следующем эти лькуты принимались они давались то есть как губернатор не губернатор но люди рассчитывали на какие-то львоты может что-то планировали сейчас мы от этого отказываемся с точки зрения постоянства которого всем не хватает постоянства наверное это не очень хорошо далее в информационном поле получилось что я еще раз повторюсь у людей отняли право выбора ведь если кто-то сказал ребята бывшим губернаторам вот такая напряженная обстановка и нам сложно в личной беседе и принимать такую поправку нет они бы сказали я уверен на сто процентов они бы сказали конечно мы себя от других жителей области не деляем нам эти льготы не нужны поэтому как этот вопрос рассматривать с точки зрения пиара с одним человеком только с Николаем Ивановичем точно почему бывший губернатор просто десятников десятников еще простите безусловно Владимир Нинович не знал ничего да 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 десятников он здравствует я уверен что если был звонок люди бы просто сказали да конечно мы жители Макировской области нам эти льготы не нужны мы откажемся поэтому с точки зрения пиара да хорошо когда такой вопрос прошел значит с точки зрения человеческой наверное надо было просто снять трубочку и сказать они бы не отказались войдите в нашу ситуацию это нормально это нормальная ситуация с людьми надо общаться никаких вопросов не возникло остается у нас полтора минуты буквально не могу Олег Александрович не вспомнить о том что следующий у нас год выборный выборы в частности в Госдуму и в областное ЗАГСобрание и полномочия текущего состава Совета Федерации тоже истекает в сентябре ну безусловно законодательное собрание от которого я забирался оно заканчивается и полномочия кем вы и как вы видите себя по прошествии этой точки временной сентября 16-го года знаете у меня первый наверное учитель был Попов Николай Васильевич в банке когда я пришел работать у него была такая присказка он говорил что бы ни произошло с планетой нас не спихнут поэтому давайте посмотрим как что будет есть там избирательные предпочтения то есть в качестве кандидата да выставиться посмотрим да или пойду или не пойду но я уверен что спасибо этому периоду жизни спасибо тем людям которые меня поддерживали ЗАГСобрание которое меня избирало кто принял участие в этом я получил определенную компетенцию я считаю что более стал конкурентен поэтому давайте поживем увидим я считаю что принесу пользу можно выточнить выборы какого уровня вы имеете ввиду нашего регионального или федерального сетки не готов сейчас сказать я считаю что на любом уровне смогу принести определенную пользу потому что есть опыт у Поповича сейчас появился опыт законодательной деятельности надеюсь что буду полезен если буду востребован если нет то всегда найдется работа которой можно заниматься в экономике много очень ниш которые требуют приложения каких-то усилий завершается время программы особое мнение сегодня это особое мнение Олега Казаковцева члену Совета Федерации от Кировской области всего доброго всего доброго ну и с наступающим за 10 дней до новых года и вас с праздником до новых встреч до встречи